И мы продолжаем программу «Деньги. Прямая линия» на телеканале «Дождь». У нас в гостях Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа и партнер компании ФБК. Мы закончили перед паузой на разговоре о ожидаемой инфляции в связи с этим ставки ЦБ. И некоторые, так сказать, эффекты этого мы уже видим, а именно рост ставки по ипотеке, который еще фактически в конце прошлого года начался и сейчас продолжился. И, как следствие, я так понимаю, что мы ждем и рост ставок по кредитам, и рост ставок по депозитам и так далее. Здесь хочется спросить, насколько, потому что и об этом же извекли нас тоже спрашивают, насколько все-таки, опять же, это тоже новый тренд, или это некоторое временное явление, и здесь ЦБ все-таки, может быть, в течение года удастся вернуть этот тренд обратно к тому, на котором мы были там последние годы, по снижению ставок и ЦБ, и ипотеки, и банков и так далее. Эти ставки решающим образом зависят от инфляции. Я думаю, все согласились, тем более Банк России согласился. Тогда мы вроде бы сделали, я, во всяком случае, пытался обосновать такой вывод, что то, что происходит сейчас с инфляцией, произошло, это разворот тенденции. Итак, 2017 год плюс 2,5% — это достижение, от которого мы легко, ну, не мы, а власти, отмахнулись, получили 4,3% рост цен в 2018 году. Сейчас планируют, что будет около этого, хотя Банк России говорит о 5-5,5%. Мы уверены, я уверен, что будет больше 6%. Это уже, на мой взгляд, смена тенденции. Это как бы заставляет задуматься. Дальше мы должны проанализировать факторы. Они закрепляют эту тенденцию или нет? Итак, НДС повысили, мощный закрепляющий фактор. Тарифы на продукцию естественных монополий индексируются. Это, само собой, тоже фактор. Новые санкции, то, что ведет к ослаблению рубля и, естественно, тоже толкает цены вверх. Тоже фактор, такой проинфляционный фактор. Разогрев инфляционных ожиданий. Мы сейчас это видим. Да то, что мы обсуждаем так горячо эту цену, это как раз говорит, что инфляционные ожидания высокие. Можно, наверное, еще продолжать. Но уже достаточно, чтобы сделать вывод. Да, ставка повышается Банком России тоже. Вряд ли не будет повышаться. Вывод. Смена тенденции произошла. Инфляция будет высокой. Как в таких условиях Банк России оставит или будет оставлять ключевую ставку на прежнем уровне или даже будет снижать, я не представляю. Это нереально. Значит, увы, к сожалению, да, и ставки по ипотеке, и другие ставки будут расти. И то есть также на протяжении всего года, то есть фактически вплоть до следующего перелома, когда и если он случится. Я к тому, что, в общем, мы все радовались, там, на протяжении 17-18 года очередным рекордно низким ставкам по ипотеке, рекордный объем выдачи ипотеки от месяца к месяцу. И казалось, в общем, что, ну, прямо в этом смысле действительно какая-то большая позитивная история для всех, да, и для граждан, у которых появляется возможность улучшить свою жизнь. И, соответственно, для экономики, потому что, как мы знаем, строительство жилья очень хорошо влияет, так сказать, на все отрасли. А есть ли шансы, так сказать, снова увидеть эти приятные новости в ближайшем, там, через год-два и так далее? Или, в общем... Нет, шансы, что мы когда-нибудь это увидим, конечно, есть. Но в обозримой перспективе шансов нет. Понятно. Все ясно. Это вполне прямой и ясный ответ. В общем, на самом деле, в этом смысле здесь совет простой, что если собирались брать ипотеку, то чем быстрее, тем лучше, то что дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Да, потому что мы видим, мы сегодня уже, не знаем о известном решении. И дальше будет хуже. Дальше будет хуже.